Работать с пользовательскими полями можно с помощью API. Для получения значений полей используются функции UserFieldManager.GetUserFields. Таким запросом можно получить значение полей пользователя, не выбирая самого пользователя. Обновление значений поля производится функцией UserFieldManager.Update. Ей передается ID элемента, название объекта и значение полей. Поле можно добавить и к любому другому объекту, даже к тому, у которого нет поддержки в GetList и интерфейсах. Первым параметром в GetUserFields.Update просто указывается произвольная строка. Как пример давайте рассмотрим сохранение даты последнего голосования в опросе. Для этого перейдем в административную часть, в раздел сервисы, группы опросов и создадим новую группу опросов. Укажем ей символный код пол, название основная группа, сохраняем и после этого создаем в данной группе новый опрос. В данном опросе создадим новый вопрос. И укажем варианты ответов. После этого в публичной части создадим раздел опроса. Добавим пункт верхнего меню. И переместим на страницу компонент список опросов. В параметрах компонента укажем группу опросов «Основная группа». Здесь увидим наш опрос. Также нам понадобится создать еще две страницы. Это страница голосования, на которую мы поместим компонент формы опросов. Здесь ничего не настраиваем. И создадим страницу просмотра результатов опроса. На которую, соответственно, переместим компонент результатов опроса. Здесь также оставляем настройки по умолчанию. После этого проверим, что у нас есть переход на страницу голосования, есть переход на страницу результатов. Также в целях тестирования перейдем в административную часть и снимем ограничения на голосование. Для этого в параметрах опроса на вкладке ограничения уберем все галочки в поле «Не голосовать дважды». Теперь создадим пользовательское поле. Для этого перейдем в раздел «Настройки» — «Пользовательские поля». Добавим новое пользовательское поле. Тип укажем «Дата-время». Поле «Объект» может быть заполнено произвольно. Здесь укажем «Воутинг». Под поле укажем «LastVoot». Поле не будет являться множественным, не будет являться обязательным. В качестве названия поля укажем «Дата последнего голосования». Это же укажем для списка и для фильтра. После этого можно сохранять изменения. Не забываем запомнить символьный код. Далее нам понадобится скопировать шаблон компонента списка опросов. Для этого включаем режим правки и копируем шаблон компонента. Нужно под именем по умолчанию в текущий шаблон. Теперь переходим в IDE и смотрим, что у нас в текущем шаблоне сайта появился компонент «Voting List», в нем появился шаблон «Default» и, собственно, «Template». Теперь нам необходимо запросить значение пользовательского поля. Для этого создаем файл «ResultModifier». В файле указываем цикл перебора опросов, полученных в результате. Для каждого опроса запрашиваем значение пользовательских полей. объект «UserFieldManager» глобальный. Функцию «GetUserFields» передаем тип объекта «Voting» и ID объекта. Далее для опроса сохраняем значение последнего голосования. На этом все значение у нас должно вывестись. Естественно, если мы сейчас в шаблоне укажем вывод данного значения, для этого вставим его, например, между датой и количеством голосов. В данном случае, то есть перед счетчиком количества голосов. За основу можно взять как раз этот блок. Не забываем в языковых сообщениях указать наименование поля. «Последнее голосование». Сохраняем файл с языковыми сообщениями. Сохраняем шаблон и обновляем страницу. Последнее голосование сейчас пустое, потому что для данного опроса голосования еще не было, плюс, соответственно, не было записано значение пользовательского поля. Теперь давайте, собственно, создадим обработчик, который будет записывать в пользовательское поле дату последнего голосования. Это можно сделать, например, в «Иниппхп». Здесь, во-первых, создадим функцию, которая будет записывать дату последнего голосования. Эта функция будет являться обработчиком к событию onAutoVoting. Оно передает в функцию два параметра. Это ID опроса и ID события голосования. И, соответственно, укажем сам обработчик. Для этого вызовем функцию «AddVetHandler» для модуля «Vault». Событие называется «OnAfterVaulting». И функция, которую мы вызываем «VaultingSetLastDate». В самой функции, собственно, вызовем «UserFieldManagerUpdate». Передаем тип объекта «Vaulting». ID опроса и значение сохраняемых пользовательских полей. Мы будем сохранять значение пользовательского поля «UFLastVault» с текущей датой. Текущую дату в формате текущего языка в битрексе можно получить функцию «ConventTimeStamp», передав ей «False», то есть текущее время, и указав, что нам необходимо сохранять и дату, и время, то есть дату в полном формате. Сохраняем наш обработчик и проверяем его работу. Для этого переходим в публичную часть, в раздел «Опросы», нажимаем «Голосовать», выбираем вариант ответа. Нажимаем «Голосовать», переходим на страницу результатов, возвращаемся в список. Дополнительно можно перейти еще раз в раздел «Голосовать», выбирать другой вариант ответа, нажать на кнопку «Голосовать» и увидеть, что дата здесь обновилась. Таким образом можно создавать пользовательские поля для любых объектов, которые штатно не поддерживаются системой. На этом все. Надеюсь, данный урок был для вас полезен. Все.